Николай Копейкин, Ваши аплодисменты, это все, мы говорим, что это у Вас, очень красава. Извините, пожалуйста, что позвал, у нас сегодня тоже мероприятие, к нам приехал великий русский поэт Всеволод Емелин, и он сегодня у нас выступает в Чудерей, поэтому я приехал, великий, и сейчас уже у Вас. Вот. Здравствуйте. Ну, начнем сначала. Скажите, пожалуйста, как Вы, вот человек, который арестовал темные стороны души человеческой, перешли к детским книгам? Ну, скажите, я не приходил, мне подвели. Кои эти люди? Эти люди, вот они, сидят, я думаю, вообще не здесь будут сегодня, отдуваться, я тут, здесь, Бог, припек. Кроме снято, что на меня все свалили, это у вас смирится мне за все. Вот эти люди, они здесь сидят, это представитель Наташа Панкова, я просто не вижу, кто еще там есть. А у Вас, знаете, все уже виноваты для этих людей? Я не знаю, из этих людей. Вот, но это люди, которые все время привели в порядок сад Пенуа, они его, как же там, реставрировали, сделали из него какую-то культуру отдыха, куда теперь люди ходят спокойно, с детьми гуляют там, там какая-то какая-то не очень хорошая обстановка, но эти користи все находятся. И по их просьбе был создан такой целый мир жителей и обитателей Бенуа, который состоит, ну, как бы изначально была такая, ну, давайте что-нибудь создаем, ну, какие-то существа на территории вот этого парка, ну, какие-то мелкие такие, невидимые люди, ну, вот такой в мире фантазии. Ну, в общем, эту территорию было решено сделать такую, как бы сказочную, сказочную, и теперь там уже вот населяют ее существа, которые были придуманы, ну, частично мной, частично автором книги в орденуареках, Татьяной Матюшкиной, да? Ой, Катя Матюшкина, извините, пожалуйста. Вот, Катя Матюшкина, значит. Некоторых персонажей я рисовал по ее книгам, а некоторые придумал сам, постановился эти книги. Вот, в общем-то, она мама, я папа. Я нарисовал. А вот мне бы, я тоже не читал ее в этом виде, мне ее давали просто распечатки. Ну, блин, я уже не помню всех этих персонажей. Там, значит, были, папа, в общем-то, решено их назвать бенуарики. Я, честно говоря, ну, мне не очень нравится этот способ бенуарики. Ну, как бы, ну, я думаю, что авторы этой идеи могли бы придумать какой-нибудь другой способ, ну, на мой взгляд. Но я понимаю, что они привязаны вот к саду бенуарики, и хотели бы, чтобы это было связано с именем всей династии бенуарики, поэтому, ну, раз так случилось, то пускай будут бенуарики. Тут, как бы, не моя инициатива была. А, ну, было решено сделать таких персонажей, поместь мышей и слонов. Помните, в одном из мультиков американских про Тома и Джерри, там, слон, убежавший из зоопарка, пугает бедного Тома тем, что он превращается в муж большую, крупную. В принципе, такой вот ход был взят, но дело в том, что, в отличие от американского мультика, здесь есть исторические корни. Дело в том, что, как известно, Россия родина слонов, и, в частности, не только Москва, хотя в Москве и раньше слоны появились, в Петербурге чуть позже, в начале 18 века, привели первого слона из Персии. И вот они жили очень долгое время, до 17-го года, пока не был последний слон убит в старском селе революционными матросами. Потом были другие слоны уже, но это были советские слоны, привезенные уже в Советскую Россию. Эти были не те потомки вот тех слонов, которые нападалил на персидский шах. Но они к тому времени, к 17-му году, уже мало чем отличались от людей, на мой взгляд, потому что в их рацион входила очень важная составляющая, как профилактика от простудных выливаний. Все-таки слоны, как бы, живутные южные, да, а мы же живем в фактическом климате. И для того, чтобы слоны не болели, первый слон умер через год, потом привели еще 14 слонов. Но первый слон, он умер через год, потому что он заболел. А говорил, простудился, не выдержал климата, несмотря на свою массу. Поэтому было решено давать им алкоголь. Каждому слону выдавалось в год, положено было, 45 йодер водки, каждое ведро 12 литров, 12 штофов, да, или так, что такое было. 12 литровое ведро. И 65 литров, 65 литров вина. Помимо другого рациона, то, что не ели, там, овес и прочие продукты. Ну, сами понимаете, что на таком подъеме, ну, вот, кстати, человека, которому выдают каждый день, ну, он должен по водке лодки врезать, да, еще венцом запить. Ну, с целью профилактики. Ну, вот, в таком режиме, планы, конечно, ну, как бы сказать, вычеловечились, приняли все самые лучшие и худшие эффекты человека и постепенно, в общем-то, слились с общей массой. Некоторые даже, кстати, чуть-чуть ниже клинтуса и, видимо, сразы каким-то образом с родственными им мышами. Более того, получилось так интересно, когда мы придумали эту слономышь и мышеслона, буквально, вот, уже после того, как было принято решение, что вот, давайте, это будут вот эти самые слономыши обитать на территории этого сада, в это время пошла везде новость о том, что где-то в Нигерии, в Намибе, не помню, на букву и что-то такое, было впервые обнаружен новый вид мыши, слономыши, так ее назвали. Она была с Хабаском. Значит, они все-таки существуют. Я думаю, что, наверное, какие-то родственники должны... Там тоже какой-то должен быть сад Бенуа или Джун, или Бенуа какие-то, где они живут. В общем, вот так было решено, что остаются эти слономыши, и они так вот и остались. Зовут их, значит, одного самого старшего, Аликс, я, по-моему, я дал другие имена, но потом они были переработаны, там и Катя Матюшкина придумала какие-то имена, и кто-то еще, может быть. Ну, это, в общем-то, их рожали не в муках, но в радости, и каждый вне свою лепту. Это было такое групповое создание этих персонажей. И вот Аликс, это папа, он самый главный персонаж. Он, по-моему, замок был кондитером. Я не помню, в книге он кондитер тоже, да? Так же, как и самый первый товарищ Бенуа, который приехал в Россию, он был предборным кондитером. Городом, и мама... Как я сработал? Я просто так давно уже и делал, чтобы... Извините, не подготовил, наверное, это. А, все понял. А, вот отлично. Вам не нужны очки имени-то другие. Это не важно, как я знал. Да, вот я вижу, Ева, точно, Ева. Это же, по-моему, я придумал, Ева, нет? Ну, это первая такая, да, слономочной территорией Бенуа. У них есть дедушка, самый старый. Я уже не помню, какой я имя ему давал, но ему решили дать такое хиповое имя Бу. Как известно, будет, такой... Вот вот хип анус, да, когда-нибудь, против войны, там, дедушка Бу. Вот, дедушка Бу, ну, понятно, русская Бу. у них есть дети это девочка у нее такой подросток лет 14 на наш по нашим меркам ведь в отрицалове девочка максималисты взглядов на мой взгляд неформал и у нее наши играть не который заканчивать еще недостаточно взрослый мальчишка также были вот придуманы некоторые персонажи в частности клаша я думаю что ваша это вообще должна была быть они должна быть вообще отдельная книга потому что она отличается от плана мыши и ромаши мы там выше слов она немножко а вот я сначала думал что она и вообще не должна разговаривать хотя решил что она должна болтать и как выражать свои эмоции ну наверное резонно что писать книги надо что-то писать иначе не разговаривающие персонажи черники и что они должны делать вот они должны так выражаться не только в поведении но и в каких-то словах в общем ваша у нас в дом работница помогает по хозяйству дует коров на ферме приносит молоко которого делаются сливки или не делается крем из крема делается прекрасно пирожные там и так далее в общем-то семья процветает есть на что учить мальчик они как также там и существует такие персонаж которые живут вокруг фермы некая вы бы который живет на острове но я могу представьте что это за персонаж как бы таких встречал в жизни и когда думал вот такие люди это женщина одинокая с шести ногами или руками непонятно вся в себе такая знаете вот ее информация отходит из нее не выходит при этом очень эксцентричная получилась такая же эксцентричная одинокая женщина со слабыми какими-то наклонностями абсолютно непредсказуемая непонятно на хорошие плохая в принципе не вредная как выясняется я уже не помню это морозе что-то сделала хорошую чумка не рожавка я уже давно не стал детских нет тем более вот даже на своих персонажей там еще есть девушка трюшки такой местный город он виде гриба но в какой-то мере тоже такое хиповое решение да взять за голову вот такой гриба гриба трюфеля который живет где-то там на пеньке он там общем-то часть пенька может и который издает какие-то любили мудрых советов по моему там даже какой-то волшебник что-то там с порошком поверьте какие-то такие выкидованы взрослого типа я подозрение смотрел мне нравится что в общем-то будите привык там это реальности другие дадим но этом все можно переиначить на свой лад конечно испортить там же есть еще такие непонятные существа хопы которые будут на болоте издавать разные звуки разные тональности и в общем-то как 7 но и тихо по идее если бы делать мультфильм этой книге они должны постоянно играть петь какой-то мелодии пробивать потому что никак общий организм они всегда тоже как разговаривают все вместе но это не просто какой-то хор такой но из шум а просто как мелодия бьется когда они все вместе разговаривали фон и палифоническая музыка и самый главный гений зла это некий мыр-мыш который живет в этом же саду но он живет вверх ногами я так понимаю как летучая мышь я забыл кем он оказался у него плохой какой-то мыр-мыш да он только что он там что-то летучий мы же связан видим такое слов что-то перепутал когда-то из предков нет не надо не надо готовим мыши погнался и вот он стал платить вот такой типа бальтирует что-то такое хотя он не очень хватит и стоит но противный такой герзкий неприятный тип симпозиции в конце забросит побеждает вот что говорит о положительной роли литературы возможно после вашего рассказа я все-таки на починку не запаянно и плюс на финансы как-то и сюжеты такие одинокая женщина информация входит выходит дедушка туфель порошок я думаю что дети должны изначально встречаться с персонажами как с сложными личностями ведь вы где-то очень много людей взрослых они же не знают почему взрослого такие почему они там свадьбы почему ничего там не дают не делать так как не хотят тогда то есть они видят в другом свете мы взрослых мы сами уже люди взрослые мы друг друг от нами лучше и все наши недостатки мы даже каждый сам про себя знает кого-то больше чем окружающие да и мы понимаем что мы все еще эти кожные это такое букет таких прелести и болезни все вместе очень сложно очень сложно сочиненное предложение может это сложно взрослый человек и дети когда встречается с такими персонажами понимать что это очень странный для них люди как взрослый в общем-то не понимает мотиву а потому такая что одинокая понимаете что сейчас всех одиноких женщин вы так вырвали называть почему нет не каждая одинокая женщина я встречал очень много девочек женщин совсем но каждый но каждый одинокая женщина может ее стать она обязана буквально не обязательно это не обязательно это это не обязательно узнать историю как-то ведь она ведь собралось вот это из букв нашего великого и могучего вырвала такое прям слово что понятно положительный персонаж но я могу только гадать об истории этого названия потому что вообще этого персонажа придумала хоть матюшкина я рисовал этого персонажа по ее уже книги готовы она там там было описание 6 мог я нарисовал 6 смол соответственно я даже взял такой образ знакомых мне людей которых для меня они являются тоже сквызваны по-своему это не тот который в этой книге а вот тот наверное который вот здесь я рисовал именно вот этот образ я взял за себя это лично мне знакомые люди но я не буду говорить о очень известными художественной среде люди чтобы уточку закинул так сказать но сдавать их да не медленный парни дам вот и водички возьмите книжки сейчас будем смотреть как он говорят почему же такой вопрос почему вы понимаете тоже есть такой вызов женщина не каждого человека назовут понимаете понятно дело что ускорбовить его расходная жизнь нам неизвестная история они можно тоже одинок не для взрослых для детей при полного возраста вот такая дома очень эксцентричная но она не хватает внимания понимаете человек либо замыкается полностью себе либо гипер активным чтобы не обратить внимание а это и то и другое на время она живет в одиночестве одиноко на острове но при встрече с другими существами как бы радуется но с другой стороны привыкшие к одиночеству пытается от них и такие как персонажи хармстер и точнее историй хармстер знаете вот мы их только начали надо их срочить сразу всех персонажей убить чтобы это и закончить то есть такая доведенная я думаю конечно может быть все дело в том что не шесть мог чего не ищу но я вам случае автор все еще сумка образа нет я ничего не буду открывать ну что вы я такой же вырвать меня все ходит ничего не я своих не знаю нет нету про кого еще и сказал лично мне да вот лично мне по нраву больше всего вот была глаша я книга то очень тепло относится тоже она странная никого что она вообще должна вот понимая такая внимая хозяев наподобие просто порваковой даже вот или они не входит завод она еще играла в художественном фильме жениха бальзаминова тоже такой хозяйку турная немного говорила правду всегда ее за это постоянно выгоняли вот она что-то вроде так вот только это вообще молчу очень правдиво действует абсолютно детская книга такой детский триллер я сказал я читал я читал по моему одну книгу там еще и какие-то персонажи там был я помню какой я рисовал там были персонажи там куда дракон еще у тебя забыл как как-то так назвали каким-то каменумом каменум каменум ну видимо такой по русскому полу наполовину по русски по латыни я не знаю почему так назвали я его потому что он какой он произошел с камня я так понял свою задачу и сделал его каменное яйцо из которого будет дракон он будет только головой ногами и яйцо так осталось как в качестве панциря и он там не обидает хотя судя по рисунку у него нету аэродинамических свойствах нулевые в этот сказочная страна там все можно там на и поиск полетит и паровозик и мне ближе тоже здесь я думаю что могу отбываться только за картинки вот эти могу отбываться до всех персонажей вот еще вышла азбука и очень рад что он наконец-то вышло и долго так рожали я отнесся к ней со всей серьезности потому что азбука для того что впервые дети увидят в своей жизни не очень было важно цветовое решение я вижу что вроде как его сохранили и но при этом тоже стояла задача чтобы азбука было все-таки касалось ну какой-то такой дачной жизни вот его дачи пенуа не только вот как вот этого сказочного мира ну и того что мы встречаем ежедневно в быту соответственно бог тут и звёдер в зависимости от тут есть все практически входит сюда и персонажи и сюда же входит собственно глядя те вещи которые встречаются в будущем получилось так случайно что иногда некоторые вещи сам картинку обращал внимание то что не только главный персонаж например был бы на эту мы какие-то детали которые не отражены как бы название но на ту же самую букву и ну я не знаю там вот такую картинку и и это очень трудно он родился в дети потом там идет там у паранга я нарисовал и барана обык баран туда туда бакая барана есть борьбы березы на букву в этом пусть и горох и там и горох в обрамлении используется на руку в этом ведро и когда я у него азбуку бенуа планка страны рисованы он потому что там у меня практически все конфликты идет его азбуки очень многие кроме планы персонажи на эту букву сейчас так это уже тоже делать на ту же саму это была случайность наверно долгимая это заведовал мою мастерскую я здесь у меня в центре у меня здесь в центре мастерская рядом прихожу туда и работаю у меня там холсты стол для графики есть основная живутся занимаются графиками режет графика скорее как заказ или какие-то вещи связаны с заказом иллюстрации когда не полотенка из этих очков еще глаза устает и без них тем более шишки на петельсов ну разные картины бывают в зелые грустные контакты живопись называет а а путешествуете вокруг санкт-гербурга в смысле выхожу ли я на пленэр да везде веду но как бы есть правильно делал даже не буду заграть сейчас можно просто сделать хорошие фото пить домой поставить проект через проект достигать по крик до по кричи чем на фото поэтому и ты сейчас мало шишки из-за этого сейчас все как-то из головы выдумывают и внутренне стал важнее внешнего мало кто рисует ну то есть есть конечно кто рисует пейзажи натюрморты в основном студенты они занимаются упражнениями набивают себе руку а многие потом занимаются этим же продают свою работу на низком проспекте мелких салонов на другие идут они начинают думать приносить новые приемы новые техники придумать фантазии и вот это нужно другая художественная работа там даже сложно спросить а что вы рисуете эти люди даже не знают что ответить вот я тоже чисто теряюсь не знаю что ответить рисую живопись мультиалит мультипозиционный реализм он основан в общем-то это все основные головы основан на тех персонажах на тех реалиях в которых мы живем этим мы вот я и занимаюсь но сегодня мы говорим об этой адвоке чем это мы об этом давайте спрашивайте спрашивайте почему художник ну я я стал с художником мог где поработал я даже я работал сторожем и работал грузчиком я с детства как бы не гнуждался никакой работы у меня всегда были карманные деньги для веселого времени премьер-препровождения а когда стал вопрос о профессии я пошел вообще в этих художественную профессию я закончил я долгое время работал переводчиком преподавал английский немецкие языки потом одновременно закончил аспирантуру по философии преподавал одновременно и философию и иностранные языки а потом вообще на все это плюнул стал художником но чтобы не стать мизантропом потому что работа с людьми немного напрягает работа с материалом типа холст краски наоборот расслабляет и придает любви нежности к людям но я просто я рисую вот все люди рисуют не только на уроках по рисованию и зона но просто рисуют все дети рисуют всегда они любят краски и я так подумал что ну вот как бы можно по-разному жить а вот почему бы не жить занимаясь тем что нравится а что мне нравилось рисовать и даже уже будучи преподавателем все время рисовал что-нибудь может быть я все правильный выбор со стороны я получил образование расширил свой прогнозор но теперь надо заниматься любимым делом и начал заниматься исключительно любимым делом и вы знаете все получилось это вполне себе возможно это нормально это я этим живу я пушники не работают я вообще не работаю так говорю Леонардо да Винчи художник не унижен трудом а другой великий конфуз сказал займитесь любимым делом и ни дня ни одного дня в жизни не будете работать вот вот я теперь нигде не работаю и не хочу я занимаюсь любимым делом и всем так советую заниматься любимым делом это интереснее это гораздо интереснее чем ходить на работу ну правда бывает так что люди людям нравится ходить на работу ради бога ходить вот бывает которые нравятся любимое дело кому-то нравится руководить зашибись вперед кому-то нравится там считать быть бухгалтером отлично а кто-то это делает из-под палки человек несчастный ему нужно гоняться любимым делом и он станет сам счастливым человеком на свете вот и все секрет счастье но остальное все приводится сразу человек станет другим и допустим не решил еще личные проблемы они сразу решатся вот и все спасибо я пошла сейчас в данный момент моя работа можно увидеть музей нового модного музея на данный момент часть работ висит в наши новые мы покупали два месяца назад товарищи с коллегами с нашей художественной сектой под названием художнике открыли свою галерею называется галерея свиное рыло она вот здесь находится прямо напротив цирка на фонтанке каждую площадь неделю происходят какие-то события сегодня я вам говорю что первая большая встреча с большим вообще с поэтом номер один с елдом емилиным а дом 5 фонтанка дом 5 вход с фонтанки там единственная арка входите сразу увидите на одном из шахт-лифта свиной пятачок под этой шахты находится дверь набираете 11 вам открывают дверь и вы заходите на самый последний этаж там находится у нас наша галерея и музей там одна комната тысячна исключительно с винием и пятачкам а все остальное у нас там меняется экспозиция сейчас идет просто великолепная прекрасная выставка Николая Васильева единственного в Петербурге человека художника который занимается так называемым тейп артом он делает из цветного скотча настоящую живу красиво приходите удивитесь работаем мы каждый день кроме вторников у нас по понедельникам обычно бывает открытие новых выставок или какие-то мероприятия поэтому вторник мы не работаем сегодня с ним работаем с пяти вечера до восьми вечера но можно позвонить у нас сидит на фейсбуке вконтакте телефон наберете или музей там есть телефон позвоните и вам откроют ну это без проблем а в субботу и воскресенье мы работаем с часу до восьми просто всегда открыты двери вот приходите да еще извините и буквально вот послезавтра мы летим у нас большая выставка в жене в понедельник открытие подождем когда вернемся в мае вернемся все но много людей будет работать там у нас есть там приходите будем обязательно завтра с какой недели суббота с часом до восьми это звание это я понимаю как это пятачок ну как вы вкладываете не просто ведь понятно что это игра скорее всего игра символами вы помните я впервые напрямую с литературе такого николая сорочинской яблоком есть но это было один из самых страшных моментов этого рассказывать назвать на свином галереи вообще называют это очень похоже это наш стиль парня и это это близкая нам эстетика не самое серьезное искусство с одной стороны но есть вещи которые можно у вас есть такие которые делают очень красивые вещи не обязательно выставка это такое спектакль там разные роли играет каждая работа есть первые роли есть второстепенно есть вообще массовка и так далее но зато при общем рассмотрении целых тогда так что приходите посмотрите спектакль николай васильев репарта искусств извините выход и работа со слонами у меня была большая серия со слонами это было еще восемь лет назад кто знает часто это была серия посвященная слона метербурга просто очень досконально изучил эту историю не совсем досконально но я изучил у меня такая мысль сделать целый цикл это такой живописный комикс получился большой большие работы 3 на 2 метра посвященная вот этой истории жизни планов в санкт-петербурге который начинаем первого слона который был подарен нам в 1711 году ой в 1714 году был 11 лет только в Санкт-Петербурге со дня основания и там следующие слоны которые нам доели в том же 18 веке и которые дожили до 17-го года это была большая династия слонов которые жили сначала вот здесь недалеко на фонтанке рядом с вами как раз ходит цирка не под караван и там у них был большой слонов и вот этот пандус судя по всему которого самотерапо с ранечка моста этот пандус был специально сделан для окупания слонов там есть не реализованным проектом тогда еще 8 лет назад я предлагал делать здесь эскизы сделать там купающихся слонов такие большинства нет нет сделать я я понимаю но это такая шутка это я хотел такой исторический памятник сделать настоящий настоящий реалистичный это художник скульта сделать вот они купаются с планетами и подъезжали вот это действительно страница истории петербурга и то что это происходит даже около анчика моста пустанов он был практически из деревянного сделан вот таким вот каменным только благодаря слонам иначе они не смогли пройти его специально сделали таким чтобы когда встречали планов была реконструкция и планы каким-то образом повлияли на архитектуру по проценту мне тоже давало эту штуку я прочитаю с и уже три или пять три возрождение мне очень нравится конечно ироним сбор мне очень нравится потому что очень фантазийный такой парень был и он действительно такой предтечей сюрреализм который уже потом уже даже название заимел но он даже был не столько фантазиру у него все серьезно вот он настоящий трэшмен он без всякого юмора относился мне очень нравится когда человек абсолютно четко знает что он делает это за правду за истину он делает это искренне не ради того чтобы кого-то смешить или наоборот кого-то он реально хотел прищучить у него очень много сатиры у воска также допустим у брейгелей у них много сатиры вот именно такой знаете чтобы посмеяться у них очень много работ созданных по голландским поговоркам баклоицам которые как бы высмеивали какие-то пороки они просто высмеивали а воск не высмеивал он прищучивал на полном серьезе он такой он был как маяковский такой такой он своей фантазии конечно поражал и люди могли понять но там но для него не никаких преград никаких святош перед ним не было там очень многое очень жесткая по поводу всех говорится у него недаром самого ворота он был разведен католической церкви там где-то у себя в городе он там считается не очень много мелких деталей мне тоже есть картинки с мелкими деталями мне нравится вот но как бы про него мне нравится и другие художники которых очень люблю допустим и там 20 века я всегда был головашка живость когда я видел очень не только как выдал красоту красоту такой внешне очень красиво внешняя красота покой красота придается допустим картина руль я очень большой почитатель его талант мне даже прошлом году удалось побывать этих местах где он рисовал даже у него на магии побывал так что он в одном конце кладбища это рядом с руссканским не савором как называется церковь какая руссканская вот не тихо католическая он там на кладбище похоронить с одной стороны с другой стороны еще и ангематист похоронить вот и там есть огромный музей имеет пологромный хотя он не очень самый большой там очень много его работ у нас в России всего лишь три работы этого художника одна работа находится у нас в параметаже и две работы в пушке в музее Москве все больше ни у нас работы нет и увидеть целое огромное количество его работ они для меня это было очень приятное потрясение хороший культурный шок не больше чем ироним босс потому что он о вечном говорил а как человек который я знаю мне очень симпатичен Ватя Ложкин и как художник он мне симпатичен потому что он очень актуален сейчас старые друзья мы с ним работаем в одном стиле многие нас вообще не различают но я даже рад что у нас в классе не по нему отвечает но и нас различить тех пор он высох и сусами а я еще нет не совсем высох но у меня борода ну если учесть что Ватя на 10 лет младше меня то наверное и он стал художником где-то в 2000 году впервые появился как художник то наверное да ну у нас тут не разговор за эту тему он там говорит что ему все пишут что ты сволочь воруешь в копейкина я говорю Ватя не волнуйся официально разрешаете косить под меня он очень мой посмеяться и мы встречаемся созваниваемся вот мы начинаем рассказывать другу всякие только мне пишут возмущенный почитатель Вася Ложкина типа ты копейкин сволочь прекрати копировать Вася Ложкина а ему звонят и пишут его поклонники и говорят тут есть такой а его поклонники меня а мои ты сволочь когда же ты прекратишь подкопейкин и да ладно вася очень очень добродушный человек в отличие от меня ворвать даже не пил ну понимаете вася очень актуальная работа он на самом деле по большому счету это зеркало современного мира вася даже вася даже он как директор его работа очень многие можно говорить много о достоинствах живописи или недостатках любого художника но то что он актуально я не могу сказать что у меня все его работы нравится так же как я вам абсолютно уверен что он тоже не может сказать что все мои работы нравятся ему но тем не менее это не мешает нам быть друзьями вася тоже входит наш нашу кладовскую секцию кладовских художников он он тоже участвует с нами у нас нет никаких разногласий абсолютно про дружеских отношений и творческих задач которые мы решаем когда мы делаем тот или иной проект поэтому всякие попытки наших поклонников одного и другого там в линии между нами они как правило ни к чему не переводят вот буквально я думаю что следующий вот в сентябре мы будем у нас наша цена закроется летом на пару месяцев мы там хотим делать небольшой ремонт и в сентябре мы откроемся именно у самой первой большая это у него были небольшие выставки и они как правило не способны для показа вот ну ваша очередь задавать вопрос и вам давай у меня здесь передо мной пять вопросов можно выбрать три да первой первой начнем сколько страниц в вазбуке бенуаре а вот скотч логику что просить вот первый вариант шестнадцать страниц а мне что говорить тепло-холодно еще теплее еще теплее правильно вы угадали очень помогли спасибо вам спасибо раз такой может быть здесь же есть с полиграфией качество стране надо делиться на 12 8 на 8 или на 16 на 8 делится все так следующий вопрос я сразу стороне это очень сложно кто придумал сказочных героев и новой у меня есть а а нет тепло как так вот ну как ну вы поделитесь и 3 сколько членов семьи бенуариков какие имена как зовут ну скоро вы помните хотя бы 111 ответа и правильно Типкова. 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 Правильно. Ура. Прихват. Аплодисменты. Ваша заключительная сейчас речь насчет читать бенуарики. Принципайте, потому что пора читать бенуарики. Хватайте, бросайте, хватайте, читайте все вместе с семьей, с детьми, с бабушками, с детьми. Скажите, что у кого-нибудь здесь дети? Есть, да? Отлично. Читайте бенуарик. Это настоящий триллер. Сказочный триллер, триллер сказки. Здесь есть все. Тайна, загадки, решения. Следопыты, погони, зло, борьба со злом и победа добра над этим самым злом проклятым. Это тоже как присудит? А ты на нас там совсем? Это все. Все, что он в цениках делает. Все, что он в цениках делает. Все, что он в цениках делает. Ну что, ваши аплодисменты вам огромное спасибо. Вам спасибо большое. Приходите к нам тоже. Приходите и сюда. Приходите, и вы читаете бенуарики. А сейчас у вас есть возможность взять автографию. А вы планируете... Николай никуда не уходит. А вы планируете... А вы планируете... Добавлена реальность. Здесь пока не вверх... Но оно будет уже и без. Это будет в... В середине сиюня. На улице? А где сам бенуар? Еще раз. А где сам бенуар? Это будет в ружье баринского и тихарецкого обоцветления. Спасибо. Барин, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok